В израильских школах регулярно проводятся конкурсы на знания Танаха. И победителям, разумеется, дают призы, как всегда на всех конкурсах. Ну, собственно, а что удивительного можно сказать, ведь мы же народ книги. И вот главным комплиментом, который моему сыну тоже недавно сделал молодежный служитель в нашей общине, был такой, что сын ваш очень неплохо знает Танах. Впрочем, меня этот комплимент, честно говоря, впечатлил малым. Почему? И вообще, может быть, вы зададите вопрос, прочитав название нашей программы, что это за вопрос такой, полезно ли читать Библию? Дескать, до чего докатились эти мессианские евреи? Посмотрите, покушаются на основы основ. На святыню. Так, если я вот сейчас хотя бы отчасти озвучил вашу реакцию, то спешу с вами согласиться. Да, сегодня речь пойдет о чем-то очень базовом. Спешу также вас заверить в том, что я не покушаюсь на боговодухновенность, так называемую священному писанию, на его авторитет и на его исключительно важное значение для нас, верующих в бога Израиля и в его мессию, мессию Иешуа. Но я таки хочу сегодня зарезать одну священную корову, если уж не всего протестантизма, то, по крайней мере, значительной его части. Имя этой корове – чисто интеллектуальное знание Библии. Вы спросите, а что в таком знании плохого? Я отвечу вам по-еврейски, несколькими встречными вопросами. Скажите мне, пожалуйста, кому бог дал знать о рождении мессии? Иерусалимским учителям Торы или вифлеемским пастухам? Кому было доверено воспитывать мессию? Столичному учителю Торы или провинциальному плотнику? Кому, кто поверил Йоханану, погружавшему людей в Иордан, то есть в русской традиции Анна Крестителю? Ученые-мужи или мытарь и блудница? Кто были ученики мессии, по большей части? Знатоки Писания или Амха-Арец, так называемые, то есть необразованные люди. Кто приговорил его к смерти? Профессиональные богословы или необразованные люди. Ну и, наконец, тут случайное совпадение или некая закономерность? И если закономерность, то чем она объясняется? Я думаю, что если вы читали хотя бы одно из четырех Евангелий, хотя бы один раз, то на первые пять вопросов ответили правильно. Поздравляю, вы успешно сдали экзамен на знание Танаха. Шутка. Но прежде чем мы перейдем к разговору о закономерности, который тут просматривается, я задам вам последние два встречных вопроса. Почему руководители самых, что ни на есть, библейских общин и христианских церквей вынуждены постоянно напоминать своей пастре о необходимости регулярного чтения Библии? И еще, почему зачастую члены этих общин читают Писание урывками, через силу или вообще практически его не читают? Столько никому об этом не говорите. Но сначала давайте вернемся к вопросам о самом Ешо, который я сейчас задал. Конечно, тут не случайность, но закономерность. Не случайность, что его послание, так же, как и послание его двоюродного брата Йоханана, было принято непрофессиональными богословами и нерелигиозной элитой, которая вынесла ему смертный приговор от так называемыми простыми людьми. Называют их так снобы, которые себя, соответственно, считают намного более сложными. Это не случайно, закономерность тут присутствует. И она довольно шокирующая, если вдуматься в ее суть. А суть это вот в чем. Раф Шауль, он же апостол Павел, сказал, что знание надмивает. Порождает зазнайство, написано в переводе Кузнецовой. Греческий глагол, который там стоит, означает превозноситься, надмиваться, кичиться, гордиться. И это общее утверждение, которое он сделал про знание, что знание порождает зазнайство. Кстати, очень хорошо подобрано в этом переводе слово зазнайство, однокоренное, со словом знание и знать. Это общее утверждение, оно относится, в принципе, ко всякому знанию. То есть, в том числе и ко знанию Танаха. Но откуда люди должны были узнать о рождении Мессии, о приходе Мессии, о его жизни? Как они должны были его опознать по мессианским пророчествам? Где берутся мессианские пророчества? Правильно, они берутся в Танахе. Итак, по логике, по чисто человеческой, у кого были наибольшие шансы узнать Мессию, уже пришедшего? Разумеется, у людей, лучше всех знающих Танах, не так ли? А кто, кстати, лучше всех знает материал? Не учителя ли? Конечно же, учителя всегда должны, по идее, лучше всех знать материал. Однако, как нам рассказывает Новый Завет, Евангелие, те самые люди, которые лучше всех знали материальчик наш с вами, да, то есть Танах, мессианские пророчества в том числе, именно они не только не признали Ешуа за Мессию, но отвергли его. В то время как гораздо менее образованные, менее подкованные в Танахе люди поверили ему и стали его учениками. То есть получилось все наоборот. Почему? Да потому что знание, как мы с вами сейчас сказали, в том числе знание Танаха, очень легко порождает гордость. А гордым Бог не открывает себя и свое спасение, а противится. Подумайте, что это значит. Сам Бог противится, в греческом стоит активный глагол, он активно противодействует людям, которые горды. Даже если эти люди гордятся знанием его слова. Они прилежно изучают его каждый день, они думают, что Бог наверняка так доволен их познаниями, их усердием. Они выигрывают конкурсы на знание Танаха, свободно цитируют любой стих. А Бог, о котором этот самый Танах говорит, противодействует им. Какое страшное обольщение. Именно это произошло со многими учеными-современниками Ешуа. Однажды он сказал им, вы прилежно изучаете Писание, так как считаете, что в них обретете вечную жизнь. Но и они говорят обо мне. Однако вы не хотите прийти ко мне, чтобы обрести жизнь. Я привожу эти стихи в переводе Кузнецовой, потому что в синодальном переводе 39 стих начинается со слова «исследуйте». «Исследуйте» Писание там написано. То есть это не констатация факта «вы исследуете» уже сейчас, а «повеление». «Исследуйте». И вот этот перевод синодальный в данном случае там неправильный. Потому что уже здесь по контексту совершенно ясно, что они уже исследовали Писание, надеясь в них обрести жизнь вечную. Но Писание дано нам не как источник жизни, а как указатель на того, кто дает жизнь. Пример. Если вы хотите добраться на машине в незнакомое вам место, то полезно, конечно, иметь что? Ну, карту или навигационное устройство сегодня. Если человек раздобыл самый лучший в мире навигатор и так рад этому, что сидит дома и бесконечно любуется вот этой игрушкой, вместо того, чтобы поставить его в машину и сесть за руль, то явно у него что-то не в порядке. С головой. Так вот еще говорит, что те, кто хотят иметь жизнь вечную, они должны прийти к нему. Они не должны сидеть с навигатором или с картой, с танахом. Они к нему должны прийти, к тому, кто дает жизнь и на кого эти тексты указывают. Но не сидеть с текстами, даже и со священными текстами. Хоть на иврите, хоть на древнегреческом. Однако те товарищи были настолько ослеплены собственной религиозностью и подкованностью в Библии, что откровенно проклинали тех, кого считали ниже себя. Когда они посылают своих людей однажды арестовать Ишу, и те возвращаются ни с чем, объясняя, что еще никогда они не слышали, чтобы человек так говорил, как говорит вот этот Раф. Господа отвечают этим слугам, посланным арестовать. Неужели вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе проклят он. Стоп! Какой народ проклят? Римляне, может, прокляты? Может, самаритяне прокляты? Или, может, греки прокляты? Нет, евреи прокляты. Израиль проклят. Собственный народ проклят. Потому что, по их мнению, этот народ не знает закон так, как надо его знать, то есть так, как знаем его мы. Или хотя бы близко к этому. Народ пребывает в обольщении. Кто это весь народ? Фарисеев и начальников было несколько тысяч человек в общей сложности в то время, когда жил Ишу. То есть это они проклинают подавляющее большинство, практически весь народ. Так они считают. В обольщении находится народ. Так вот, тем не менее, что интересно, именно эти проклятые приходят к Ишу за благословением, за прощением грехов, за исцелением их тел, и приводят к нему своих детей, чтобы он возложил руки на них, на детей. Именно эти проклятые становятся его учениками, а те, кто считает себя благословенным и не нуждающимся во враче, в конечном счете устраняют его руками римлян и начинают преследовать его учеников. Первые становятся последними, а последние первые. Это незыблемый принцип царства Божьего. Но какие же практические выводы можем из всего этого сделать мы с вами для себя? Все, что я сказал до сих пор, это совсем не призыв к антиинтеллектуализму. Я не против образования вообще, и я не против богословского образования. В частности, кто чувствует, что оно вам нужно, конечно же, учитесь, получайте образование, в том числе богословское. Я также за регулярное чтение писания, я за систематическое его изучение, но при этом нам нужно понимать пару вещей и понимать хорошо. Во-первых, зачем мы читаем Писание? Бог дал нам его со вполне определенной целью, о которой оно само говорит. Цель эта состоит в том, чтобы дать нам спасение и сделать из нас Божьих людей, приготовленных к добрым делам. То есть цель — это не интеллектуальное только лишь знание текста, чтобы можно было блеснуть, процитировав его к месту. Цель — личное познание автора этого текста, Бога и жизнь с ним. И вот эту цель мы всегда должны ясно видеть перед собой, читая Писание, иначе мы очень легко и незаметно для самих себя попадемся в ловушку за знайством. Во-вторых, если Писание действительно дано нам для спасения и подготовки к добрым делам, которые Бог предназначил нам исполнять, то как именно мы должны пользоваться им? Об этом очень хорошо говорит один практичный человек, апостол Яков. Он пишет так. Что такое зеркало? Зеркало показывает нам самих себя. Зеркало показывает нам, что мы реально собой представляем. Почему же человек, о котором здесь пишет, Яков забыл, как он выглядит в зеркале? Не потому ли, что увиденное огорчило его? Ведь если бы увиденное порадовало, то он наверняка бы это запомнил. Так устроена наша память очень часто. Писание дано нам для того, чтобы мы, увидев в его свете самих себя, такими, какие мы есть в реальности, то есть перед Богом, чтобы мы изменились, чтобы мы, другими словами, стали жить так, как это Писание учит нас жить. Оно дано нам в том числе для обличения и для исправления, как оно само говорит. Но тут есть две трудности. Первое связано с обличением и с признанием нами нашего подлинного сегодняшнего состояния. Моя сотрудница, которая регулярно преподает Библию детям в шабатней школе, рассказала мне как-то, что шабатняя школа, то, что в Израиле у нас называется, то, что за границей, в христианских, во всяком случае, странах, называется воскресная школа. У нас собрание проходит в шабат, соответственно, дети собираются в шабатнюю школу. Так вот, она преподает детям Писание. И рассказала мне такую историю, как однажды она попросила детей в своем классе выучить один стишок, в течение урока выучить его наизусть. И в конце урока она дала детям по листу бумаги и карандашу, чтобы они написали этот стих, выученный наизусть, по памяти. Одна девочка в ее классе решила подглядеть в Библию. Ну, моя коллега это заметила. И потом она аккуратненько спросила девочку, зачем же ты вот подглядывал-то, когда я сказал, что подглядывать не надо. Но девочка не только не признала, не попросила прощения за то, что она это делала, она даже не захотела признаться в том, что играла не по правилам. Признание собственных грехов дается нам с вами очень нелегко. И взрослым, и детям она дается нам с вами тяжело. Очень тяжело. Первая естественная реакция это или отрицание, как та девочка, которая вообще не призналась в том, что она подглядывала в книгу. Или самооправдание. Жена, которую ты мне дал. Это она уговорила меня съесть этот плод. Или змей обольстил меня. Змей. И я вот ела. Да. То есть, дескать, мы не несем никакой ответственности за то, что мы сделали. Как Атольф Эйхман. Был такой нацист, который отвечал за всю программу уничтожения евреев в Третьем Рейхе. На суде он не признавал себя виновным. Потому что говорил, что он был всего лишь исполнителем. Он не был инициатором всей этой страшной затеи. Он просто был винтиком в машине. Вот и все. Признание наших грехов — это удар по нашему эго, который дается нам нелегко. Но если мы не хотим жить в самообольщении, о котором говорит нам Яков, что мы будем обманывать самих себя. Очень неприятный самообман. Дурацкий самообман. Одно дело кого-то обманывать, другого. Другое дело самого себя обманывать. Если мы не хотим жить в самообольщении, то нам необходимо этот удар по нашему эго принять. Или, может быть, даже принимать время от времени, когда мы через Писание обличаемы Богом. Когда мы обличаем и Словом Божьим, и Духом Святым, это не осуждение, и это не наказание, это милость Божья. Потому что вместе с этим обличением Бог также дает благодать раскаяться в наших грехах, в том, что Он хочет убрать из нашей жизни. То есть отвернуться от них и измениться. Но здесь есть еще одна проблема. И о ней мы поговорим в следующий раз. Спасибо. Шалом.